Экс-президент Грузии, которого задержали на родине из-за возможных преступлений против грузинского народа, обратился к президенту Украины с благодарностью. «Я был очень эмоционально тронут вашими словами, которые являются ответом настоящего, высокопоставленного государственного служащего на ложные обвинения в моем незаконном задержании и заключении в Грузии, которые никто в мире не признает, кроме России», — заявил Саакашвили. «Я люблю свою Грузию больше, чем свою жизнь. Но я также люблю Украину, свою вторую родину, где я провел много лет своей жизни, и где у меня есть семья, друзья, у меня есть гражданство, которое я очень ценю. Всю свою жизнь я гордился возможностью внести скромный вклад в те исторические изменения и реформы, которые вы осуществили. Поскольку фактически являюсь личным узником Путина, я очень ценю вашу принципиальную позицию в отношении защиты всех заключенных», — написал Михаил Саакашвили. Недавно консул Украины в Грузии посетил в тюрьме Рустави Саакашвили. Об этом сообщили в МИД Украины. По словам консула, состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное, и он не жаловался на текущее состояние. Министерство иностранных дел и посольство Украины в Тбилиси продолжают оказывать консультацию и юридическую помощь Михаилу Саакашвили как гражданину Украины. Консул сотрудничает с адвокатами, сказал Олег Николенко. Саакашвили продолжает голодовку и, скорее всего, откажется от возврата его в Украину. Депутаты Европарламента также обеспокоены ситуацией Саакашвили. Один из депутатов заявил, что арест бывшего президента Грузии усиливает политическую поляризацию в Грузии. «Арест Михаила Саакашвили еще больше усиливает политическую поляризацию в Грузии. Я призываю грузинскую мечту воздержаться от преследований бывшего президента и в целом продемонстрировать столь необходимую консолидацию гражданского общества», написал депутат Европарламента. Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамуком Динариц заявил, что Саакашвили был соучастником и исполнителем всех преступлений, которые имели место в этой стране на протяжении всего периода его руководства. «Несколько из них вынесены судом. Доказательства подтверждены. Приговор подлежит выполнению. Он признан виновным, заключен в тюрьму по этому приговору». Грузинское правосудие не преследует людей, если они не совершали конкретного преступления. Саакашвили совершил несколько преступлений. Кроме того, у него есть текущие дела, и именно к этим продолжающимся делам было добавлено новое предполагаемое преступление, совершенное им, которое называется незаконным пересечением границы. За эти текущие преступления он будет объектом объективного правосудия, в отличие от своего правящего периода. Теперь есть справедливость, согласно которой, с одной стороны, он является объектом расследования правоохранительных органов. С другой, осужден и будет отбывать наказание. Что касается поляризации, именно СМИ сделали все для поляризации, когда он сам пошел на такой провокационный шаг. Сказал Мдинаридзе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok